Сегодня в Махачкале прошел общий республиканский ифтар. Верующие мусульмане собрались на вечернюю молитву, а затем и разговение в центральную джума мечеть. Масштабное мероприятие посетили представители правительства республики. Все подробности с места событий у Камиля 9. Главу республики Дагестан встретили муфти-шех Ахмад Афанди, заместитель председателя правительства Рамазан Джафаров и министр по национальной политике и делам религии Энрих Муслимов. Затем глава республики и муфти Дагестана до наступления времени ифтара посетили здание муфтията. После беседы они направились к шатру Рамадана, где их уже ждало большое количество людей. Владимир Васильев поздравил всех мусульман с месяцем Рамадан и поблагодарил собравшихся за то, что они пришли разделить рапезу. Когда я только приехал работать сюда, в управление президента, и пришел в администрацию, я проходил мимо мечети. Ну, представьте себе человека, который занимался другой работой, приехал в Магестан, очень широкий проф, не все понимаешь, справедливо говоря, знаешь, очень немного людей. Я думаю, многие из нас попадали в такую ситуацию. Вот я иду и читаю на стене мечети, вот, как говорится, как Всевышний у меня открылся, что Аллах наиболее милостив к тем, кто делает больше добра людей. Вот сегодня в этом зале, мы за его пределами, и везде я сегодня, во всем Дагестане, как рассказал мне подхожи, и на дорогах тоже, открылись шахры, шахры, под которыми собрались люди. Люди, которые сейчас совершенствуют, об этом говорилось уже сегодня, совершенствуют свои духовные качества. Для главы Дагестана Владимира Васильева это не первый ифтар. Уже второй год как глава региона проводит для мусульман коллективные ифтары. Уважаемые братья, я как предыдущие выступающие, я тоже вас поздравляю, всех, всех лагестанцев, всех мусульман поздравляю все эти месяцы. Желаю, чтобы Аллах нам дал силу, возможность, чтобы всегда мы оказали друг другу помощь, чтобы у нас всегда было взаимное понимание, уважение. И то, что здесь говорили, ухоленство, благодарительный фонд, какие акции делают, проводят в республике, мы каждый, мы должны знать, если бы не поддержка со стороны правительства, со стороны руководства республики, мы бы ничего не смогли. В священном хадисе говорится, что тот, кто помогает провести ифтар для постящихся, получает такое же вознаграждение, как и сам постящийся. После прочитанного азана все собравшиеся приступили к долгожданному приему пищи. Напомним, что ежедневно на территории центральной джума-мечети на коллективный ифтар собирается 5000 мусульман. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.